Приветствую, друзья. Как многие из вас догадываются, бюджетный сегмент ЦАПов, неважно мобильных или стационарных, условно делится на две равные части – музыкальные и техничные. К музыкальным можно причислить Kiwi Ears Allegro, а к техничным – новенький Fossi Audio DS2 на двух конвертерах Cirrus Logic. Конечно, у них разная мощность, дизайны потребления, но в остальном они очень схожи. В общем, на примере двух этих столь разных и в то же время абсолютно одинаковых устройств я и предлагаю разобраться в вопросе звуковой направленности. Собственно, поехали. Поставляются девайсы в небольших черных коробках с инструкцией по эксплуатации внутри. Также в комплект входит короткий Type-C кабель и в случае Fossi Audio – переходник на стандартный USB разъем. Да, это плюс, но у Kiwi зато кабель куда внушительнее. По возможностям они совершенно одинаковые. Это DSD 256 и 32 бита 384 кГц для PCM. А вот по мощности Allegro способен выдавать 70 и 155 мВт на 32 ома нагрузки, а DS2 – 128 и 510 мВт в зависимости от разъема. То есть для чего-то очевидно тугого на раскачку куда лучше подойдет решение от Fossi. Ну а Kiwi Иц только для всего чувствительного и, например, внутриканального. По технической части тоже видна разница. Allegro построен на стареньком ESS CS9028Q2M, а обновленный DS2 на двух CS43198. Прошлая версия DS2 была построена на еще более древнем чипе от ESS, так что не стоит их путать. При работе DS2 почти не нагревается, а вот Allegro настоящая печка. Зато никаких шумов в паузах они не издают и оба не поддерживают гарнитуру. Корпуса у них полностью из металла, со светодиодом на задней части, двумя кнопками для управления своей собственной внутренней громкостью, Type-C входом и двумя выходами. Стандартным 3,5 мм и балансным 4,4 мм. Из отличий только наклейка Hi-Res у DS2 и имитация игрового контроллера у Allegro. Да, жалко, что все эти кнопочки не работают. Кушают же ЦАПы тоже по-разному. На 5 вольт Fossi Audio потребляет всего 0.086 ампера, а Kiwi Air целых 0.119 ампера. Оба этих значения, конечно, не критические, видали мы и куда больше, но при столь высокой мощности DS2 гораздо экономнее. Никаких драйверов к данным девайсам, естественно, не предусмотрено. От того ASIO, если оно нужно, придется заводить через порты типа ASIO for all. Впрочем, эксклюзивных режимов в SAP тут более чем достаточно. Для мобильных же систем и всего, что построено на Linux, вообще ничего не нужно. Причем поддерживается в том числе и высококачественный BitPerfect режим с аппаратной регулировкой уровня сигнала. Все измерения я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц с балансного и обычного выходов на АЦП Иванда Космос. Где у DS2 все просто восхитительно. С идеально ровная ЧХ и искажениями в 6,14 процента. Что составляет минус 140 и минус 120 дБ соответственно. А для интермодуляционных минус 128 и минус 123 дБ. То есть в техническом плане у FOSI аудио все просто шикарно. А вот Allegro, скажем так, удивляет. 490-сто тысячных процента. Конечно, не сверх много. Но это уже внушительные минус 88 и минус 92 дБ на интермодуляции. Конечно, не рекорд, однако все еще терпимо. По уровню технологии это где-то начало 2010 года. Стыд, как говорится, и позор. По звуку же они, как я уже говорил, типичные представители двух разных направлений. Allegro по своему характеру дает жирный такой насыщенный звук с приятной слухотелесностью, глубиной и объемом, но со слабой передачей текстур, средним разделением и столь же средней детализацией. Если вы ценитель скорости драйва и чтобы было отчетливо слышно каждый мелкий нюанс, это точно не ваш выбор. Зато звук живой, объемный и в акустическом смысле естественный. Одновременно с этим FOSI Audio DS2 наоборот вообще не про насыщенность и объем. Зато скорость, микродинамика и разрешение тут ну буквально зашкаливают. Что же из этого лучше, спросите меня вы. Да ничего, так как хороший взрослый звук сразу и объемный и детальный. Без дешевого ощущения перешарпа, но с максимальной прорисовкой нюансов и натуральным таким насыщенным почерком. Здесь же у нас классическая дилемма бюджетных устройств или или. Если вы любите звук посочнее, вам плевать на нагрев и измерения, а также не нужна особая мощность, Kiwis Allegro вам вполне может понравиться. Но не думайте, что высокая мощность и минимальные искажения что-то говорят о качестве звучания в плане его акустических свойств. Это только о правильной схемотехнике и возможности справиться с гораздо более тугими на раскачку наушниками. Да, кто-то, конечно, возразит, мол Allegro дает вполне достаточную для таких устройств детализацию, но стоит послушать DS2, чтобы понять, что это заблуждение. Хотя самим Fosse заметно так недостает веса, объема и глубины. Знаю, многие считают, что разрешение равно качество, поскольку не сталкивались с таким ни в своих смартфонах, ни в ноутбуках, ни в любой портативной акустике. Но это, как я его называю, аудиальный перешарп. Это когда настолько сильно выкручена резкость, как просто не бывает в реальном мире. А само звучание от этого ощущается плоским и немного цифровым. Впрочем, если вы ценитель всего тяжелого и агрессивного, вы вполне можете остаться довольны. Подобная музыка, имея полностью электрическую или синтезированную природу, просто не может соотноситься с реальными акустическими инструментами, а следовательно и не имеет, за исключением кривой АЧХ, сколь либо значимой оценки качества. Как раз туда, кстати, и уходят корни разделения, атаки и детализации. Динамики тембрального объема и глубины у сцены, как правило, там нет, а значит это просто идеальный пласт жанров для решений от Fosse Audio. Allegra же лучше подойдет под все акустическое и живое. Если бы мне не с чем было сравнивать, то под свои вкусовые пристрастия я бы выбрал именно Allegra. Поскольку там все плотненько, масштабно и очень музыкально, но с недостаточным количеством воздуха и немного сглаженной подачей. В ответ на присказку критикуешь предлагай, я могу отметить, например, Akeleam PD5, в котором все отлично и с разрешением и с насыщенностью. Впрочем, если вы серьезно ограничены в деньгах и примерно понимаете, что вам собственно нужно от САПа, то вполне способны определиться между двумя героями нашего сегодняшнего обзора. Естественно, учитывая все описанные выше нюансы и ваши вкусовые предпочтения. Сам же я лучше бы доплатил до Akeleam. Итогом, мобильный ЦАП Киви с Allegra сильно греется, хорошо так кушает, имеет спорные на сегодня измерения, среднюю разборчивость и детализацию, но зато он сочный, насыщенный и неплохо так подходящий для всего вокального и акустического. FOSI Audio DS2 наоборот больше подойдет для электронной и тяжелой музыки. Он почти ничего не кушает, имеет просто огромнейший запас по мощности и шикарные измерения. Каждый нюанс, каждую аудиальную крошечку тут вполне реально расслышать, но все как-то слишком плоско, разряжено и без хоть какого-то изыска. Что сказать, нормальные ЦАПы стоят они примерно одинаково и дают хоть и противоположные по направленности, но одного уровня опыт. Понятно, что QEERS пытались в красоту, а FOSI в техничность с очень крутыми измерениями, но у обоих вышло на мой вкус средне. А на этом, друзья, у меня все. Это были ЦАПы Allegro и DS2. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подпишитесь. Всем, друзья, добра. Субтитры сделал DimaTorzok